Вернувшийся с войны солдат, которого встречают жена и ребёнок. Памятник, символизирующий победу. В едином комплексе объединены собирательные образы фронтовиков, тружеников тыла и детей войны. На открытие монумента пришли почти все жители Смоленщины. Главный гость праздника – ветеран Михаил Клименко, единственный в посёлке фронтовик, доживший до сегодняшних дней. В 18 лет он из Новосибирской области был призван на войну с Японией. Сейчас Михаилу Степановичу 88. Очень бостро была, очень опасная. Каждый гражданин должен защищать нашу землю, чтобы на нашей земле трудились и жили, и учились наши дети. Скульптурная композиция отлита из бронзы на литейном заводе в Лануде, где в своё время был изготовлен памятник маршалу Жукову. Постаменты плиты из серого гранита заказывали в Санкт-Петербурге, всего 42 тонны. На плитах размещены памятные таблички с именами 177 селян, участников войны. Стоимость мемориала – более 6 миллионов рублей. Все расходы взяла на себя местная компания «Байкал-Кварц-Самоцветы». Я просто хотела сказать, какой царский неожиданный подарок сделал Сергей Петрович. Я ведь в прошлом году подошла к нему и просила сделать, что у нас целое обваливалось, чтобы он облицевал, заменил целую и облицевал кирпичный у нас памятник. Но Глиджу он очень удивил, потому что он не то что где-то отреставрировал этот памятник, а он подарил такой подарок. Основной задачей государства на сегодняшний момент, и ранее это было, это забота о ветеранах войны, о тружениках тыла и дети войны. Когда мы создавали этот памятник, мы постарались собрать в едином образе это всё собрать. Открытие монумента приурочено к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная церемония завершилась салютом. Даниил Рудаев, Дмитрий Гафанович. Новости сейчас.